Тем, как приступить к нашему разговору, я хотел бы спросить у вас, понятен ли был материал прошлого занятия, когда мы разбирали резонанс? Потому что это весьма важная тема. Остались ли там вопросы какие-то? Может быть, что-то было непонятное? Мы могли бы сейчас обсудить, потому что прошлая тема действительно очень важна. Слушайте, да в целом, по-моему, все так было хорошо объяснено. Значит, вопросов никаких относительно того, к каким образом возникнет резонанс, в принципе, не было. Я сейчас все-таки немного, в таком остатке пару раз скажу относительно того, к чему мы пришли на прошлые встречи, что действительно системы, которые обладают пароэнергетических уровней, между которыми разрешен переход в состояние переходить из одного стационарного состояния в другое под действием внешнего периодического возмущения. В нашем случае внешним периодическим возмущением было электромагнитное излучение с частотой омега. И в случае, когда эта частота совпадает с разницей между энергиями стационарных расстояний, деленных на постоянную пункт танка, то динамика этой двухуровневой системы наиболее интенсивная. Так? Все. Вот это и есть. А можно вот такой небольшой вопрос? Вот мы когда моделировали всю эту историю, там наглядно было видно, да, что при малых интенсивностях в основном вся, так сказать, вероятность в нашем графике, она идет там, где омега внешняя равна омега, то есть где нулевая отстройка, а при увеличении интенсивности у нас контур расплывается, то есть уже и там, где наша интенсивность падающего излучения не совпадает с омега-0... Не интенсивность не может совпадать. Ой, не интенсивность, чистота, центральная чистота не совпадает, а там все равно есть вероятность. Это обусловивается тем, что у нас, во-первых, излучение не монохроматическое и... Нет, излучение было монохроматическое. А тем, что у нас расщепляется как бы... У нас нет, у нас излучение, которое действует на атомы, в том числе играет роль релаксационного канала. В ходе спонтанного распада атомы стремятся оказаться внизу, в ходе внешнего излучения атомы стремятся оказаться вверху. И поэтому получается, когда у нас интенсивность внешнего излучения находится в дисбалансе со спонтанным распадом, значит она выше скорость перехода атома в возбужденное состояние, выше скорость спонтанного распада. Что это обозначает? Что у нас для атомов появляется как такая обратная картина. Основной процесс релаксации, который происходит, это не самопроизвольный распад, а распад по действиям внешнего поля. И в этом получается при дальнейшем увеличении интенсивности световый, как будто увеличивать вот эту эффективную скорость гамма. Другое дело, что направление распада не меняется. Я ответил на ваш вопрос? Ну, я все-таки имею в виду... Это будет аккуратно записать. И когда уровней много, то скорости гамма может оказаться несколько. И вот ширина резонанса определяется максимальной скоростью релаксации. Скорость и интенсивность внешнего поля это тоже один из релаксационных каналов. Поэтому, когда интенсивность превышает, то есть скорость перехода атома по действиям поля превышает скорость распада, то именно интенсивность становится основной причиной уширения резонанса. То есть можно сказать, что у нас интенсивность уширяет резонансную полосу. В том числе, да. Если она больше скорости распада самопроизвольного. Так. Все. Я полагаю, что прошлую встречу можно этим закончить. Мы чуть-чуть вспомнили. И сегодня обсудим, что такое угловой момент в квантовой физике. Это очень важная категория. И вот спин, о котором мы в том числе сегодня поговорим, это не угловой момент. Сразу хочу сказать. Это совсем другая характеристика. Но они связаны между собой. Для начала я предлагаю поговорить про угловой момент. Друзья мои, вот вообще, что такое угловой момент в классической физике? Это физическая величина, которая эквивалентна импульсу при поступательном движении, но только в обращательном. Да? Жуковой угловой момент. Но она определяется формулой векторное произведение радиус вектора вращающегося объекта на его импульс. Да? И вот в квантовой механике существует этот же самый... Существует оператор физической величины, которая называется момент импульс. И этот оператор записывается как коммутатор между координатой и импульсом. Я не предлагаю сейчас вдаваться подробно в его запись коммутационные соотношения. При желании вы можете это прочитать в литературе и сами. Я предлагаю посмотреть, в каких системах проявляет себя этот угловой момент. И как он влияет на структуру энергетических уровней. Я предлагаю, что вот это к практике имеет большее отношение. Я предлагаю рассмотреть какую-то физическую систему, в которой потенциальная энергия от обобщенных координат зависит только от абсолютного расстояния, но не от угла. Какой можно привести пример? Скажем, атом. У атома в центре находится ядро, которое создает вокруг себя метростатическое поле. Представление... ...как себя проявляет угловой момент. Давайте посмотрим. Я записываю уравнение Шерф-Оденгера. Причем, прошу обратить внимание, что у меня теперь не одна координата, а три. И, да, вот получается уравнение следующего вида. Да, у меня ПСИ это функция Х, Y, Z, T. Справа у меня стоит некоторый оператор Гамильтона, в котором присутствует кинетическая энергия системы и потенциальная энергия системы. Причем, потенциальная энергия системы, повторюсь, зависит от координат Х, Y, Z таким образом, что она определяется квадратом расстояния частицы от начала координат. Предлагаю это записать здесь. Затяни АШНО, я сразу же так, где-нибудь инструмент власти плату. Затяни АШНО, я сразу же так, где-нибудь инструмент власти плату. Согласна со мной? Хотя, с другой стороны, тут не имеет говорить с ним согласно, я просто вам предлагаю формулу. Это же не утверждение, это просто формула для физической системы, в которой потенциальная энергия не зависит от угла, зависит только от расстояния. Но вот я для, ну, я, сейчас, я вообще, сейчас возвращаю внимание, в следующей сферической системе шагов, да, в следующей обнаруженных, у меня появится новый энергетический уровень стационарных состояний, нам надо посмотреть. Продолжение. Да, кстати, кто же пробовал на элемент чего-нибудь слыхал, может быть? Да, ну, мы все слыхали, это же такое хрестоматийное понятие. Да? А, ну, тогда вы здесь все знаете, в принципе. Так, ну, я сейчас... Полиномы Лежандра там всякие появляются. Да, сейчас обнаружим. Но я предлагаю эти полиномы Лежандра не рисовать. Не будем. Вы можете посмотреть, я снова повторюсь, все математические решения вы можете, именно математические решения, посмотреть сами. Моя задача стоит в том, чтобы было понятно, каким образом угловой момент влияет на энергетический уровень стационарных состояний, где он там проявляется. Так, ну, тогда мы с вами немножко сегодня повторяем, но у меня придет троллинг кое-какой материал, который, скорее всего, вы не встречали. Например, преобразование волновой функции, записанной через собственные функции квадрата углового момента при повороте. Там нужно применять д-матрицы Мигнера. Не было. Вот, и это самое вкусное сегодня, как раз с вами об этом и поговорим. Так, я предлагаю сделать факторизацию по координатам и времени, это стандартная процедура, мы с вами делаем ее многократно. Значит, я ищу стационарное состояние, да. Следующий вариант. Сейчас, секунду, здесь у меня все вот такая, поскольку она еще от времени зависит. Здесь какая-то функция координат. Вот такая красивенькая х, включает в себя все три координата. Есть, и минусы там, е какая-то, разделить на ht. Вот эту штуку мы предлагаем с какой-то е, которое потом надо будет посмотреть в стационарном уравнении. Это мы делаем многократно. Тогда слева получается следующее е умножить на си от всех х. Вот так, да. А справа я получаю вот сию запись, сию запись, где у зависит только от квадрата расстояния. Сейчас перепишу. Да, еще сумму вот этих трех, сумму трех вторых производных, которые получились у меня, как сумма операторов кинетических энергий движения по осям x, y и z, напишем через оператор Лаплас. Кто мне мешает это сделать? Никто. Я сразу мне написал оператор Лапласа для того, чтобы конкретизировать здесь смысл. Три степени свободы в пространстве, движение по одной сии кинетической энергии, движение по одной сии кинетической энергии, по третьей кинетической энергии. Это у меня записал явно. Но мы видим, что действительно выделяется оператор Лапласа. Здесь запишу у от r, ну где r это x квадрат плюс y квадрат, корень из суммы квадрата. Я пока этого не сдалю. Знаете, что у меня? Я предлагаю оператор Лапласа. К слову, я могу использовать у меня три координаты. В том числе перемещающихся кинетической энергии кинетической энергии, да? Экситон это декор, который вращается в одной оси, потому что распространяется там в тонкой кинетической энергии, да? Тогда я пишу в полчаскости, и я записал бы в секретической системе на всякий случай, напоминаю, что такое сферическая система. Может быть, вы знаете, с координатами x, y, z опускаю перпендикуляр, то есть x, y, z. И вот это... Так, опус... ...перпендикулярный пункт луч... Вот это. Все, в системе. Смотрите, какая получается красота. Я... Сейчас восхититесь, искренне все... Так, ну, мой псих, сара... Это оператор. Так... Это у вас реакция, как будто, вы знаете, в 21-м, снаружи там молодой карь, инженер... ...бетам электрический свет... ...это уже, это была не первая... ...это уже, это была не первая... ...это уже, это была не первая... ...это не значит ее... ...да... ...лапочка... ...вот... ...это план осуществлял достойно очень значительно... ...электрификацию, как раз тогда поселом... ...электроэнергию переводить... ...а потом... ...электрификацию... ...электрификации Гуэлру... ...электрификации Гуэлру... ...это... ...другой... ...одна группа переменных состоит из R... ...вот этот оператор содержит только углы, но есть R-квадрат... ...но я могу легко избавиться от R-квадрат, просто умножив все уравнения на R-квадрат... ...красиво выделяется р... ...в котором присутствует дефицит, так же, как я избавился от времени в первом уравнении... И вот, как раз описывает угловое движение, как раз спрятан угловой момент. Вот вы думаете, да? Именно вот это слагаемое, которое у нас есть процедура факторизации, вот это я и предлагаю сейчас и сделать. На данном это вопрос. Нет, ладно. Я хочу ее не убракать, а разделить движение при удалении в другом только углы. И снова повторюсь, это не просто математическое протеяние от центра и движение, которое обуславливает поворот. Единственное, что я прошу вас обратить внимание, что это возможно в том направлении. Конечно, я бы разделить удаление и поворот не мог, но у меня есть частицы от некоторого тяготеющего центра. Атом, трехмерный остеолеатор, ротатор, эксистематор. Монтается внутри этой квантовой точки. Понятно, что вы можете сделать утверждение, что при повороте квантовая точка выглядит одинаково, если это сфера. Угловой момент характеризуется восьмой класс школы. Это всегда приятно. То есть у нас уравнение от R не интересует, мы только смотрим уравнение. Нет. Я снова повторюсь, я это уравнение разделю на два. И отдельно рассмотрим. Да, у меня один в зависимости от R, в другом в зависимости от двух углов. Да, но нет, решать я их не буду. Я... ...за АС, а решить я их не смогу. Я сможу любую у АТР, которая у вас в системе, и решать сами, если вам это по АТР не будет. Я просто покажу, что такие решения есть. Дифференциальный оператор, зависящий от того, что здесь я наблюдаю, что дифференциальный оператор повредит... Но вот эту экспоненту я почему сразу записываю? Что, у вас какие-то вопросы? Нет, нет вопросов. А, моя идея, вопрос. Так, хорошо, у вас. Факторизация. Я здесь, типа, большая, от двух углов. И тогда это произведение позволит... Вот это одно уравнение на два. Что унициальные операторы, которые зависят только от одной группы переменных. И дифференциальные операторы, которые зависят не осталось. ...в степени привыкаешь... ...поблагодарю. Значит, уравнение получаю два, просто расскажу, каким образом это происходит. Вот сюда вместо... Я подставляю решение следующее... И, да, причем я имею право утверждать, что это решение верное. Потому что у меня, повторюсь, разделились официальные операторы. Так, ПСИ. Какая-то неизвестная мне функция от двух углов. Это ваша любимая ПСИ. Только я теперь буду писать ее большой. В таком виде, например. Предлагаю подставить сюда и... Слагаемые после умножения на R квадрат сформируют... E на R квадрат на R. Это вот, да? После умножения на R квадрат я помню, что его требуется произвести. И еще одно уравнение. И еще одно уравнение. Плюс H квадрат на R. Плюс H квадрат на R. Дальше мы получили одно фактористое. Уравнение. Далее я предлагаю записать в второе. Сейчас, секунду, извините. Вот в чем дело. Я ее приравниваю к константе. Это B дюс. И приравняю к какой-то там, например, константе лямбда. Вот так. И приравниваю к константе. Вот все, что... Сказать... Причем лямбда на... Там лямбда на R от R. Уравниваю к константе. Справа. Разделил на всю Пси. Получил одно уравнение. А то есть еще второе уравнение для вот этого. Того, что осталось справа. А справа у меня осталось вот что. Это дифференциальный оператор мы с вами уже запомнили. Так, и здесь напишем... И... Равно лямбда... Знаете, вот какая мысль одолевает? Да. Эпсил на это же у нас вставляем вместо Пси от Х красивая... От R на... На Кси большую от углов. Мы же потом... И если в двух остальных слагаемых там сокращается функция с углом... Сократить так, как у нас другая R под оператором. И потом... Друзья мои, вот два уравнения. Молодцы. Рост, его решение известно. И решать его заново не надо. Это все самые поленомы, лежандры, умножительные экспоненты. Так, вот. Они красавцы. Да, 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 да. Вот я сейчас просто запишу решение этого уравнения и все. Вот здесь. А как вот это вот исторически было сидят? Как бы нам решить это уравнение? Как бы решить? О, поленом ли жандры подходит? Или как? Смотрите, Михаил, можно я на глупый вопрос отвечать не буду? Нет, ну почему глупый? Как они... Говорили, что на каждый глупый вопрос есть более глупый ответ. Они подбирали или они... Михаил, я сидел рядом с людьми, которые решали дифференциальные уравнения. Не знаю. Откуда я знаю, как... Так, хорошо. Я могу ответить. В основном классы большого количества... Классы очень большого количества дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами решали в 19 веке. Вот. И так уж получилось, что это был основной хлеб математиков, да? Еще в основном дифференциальные уравнения с переменными коэффициентами были не решены. Их пробовали решать. И разные люди решали уравнение разного вентиля, пробуя разной зависимости от коэффициентов. И, соответственно, эти решения, которые они получили, называли их именами. В основном существовал самый простой, самый топорный метод. Раскладывать неизвестную функцию в степенный ряд, подставлять и искать коэффициенты. Это то, что мы с вами сделали, когда решали гармонического стеллимпиатра уравнения. И определенное рекуррентное соотношение между коэффициентами приводило к полиному, который называли именем того человека, который это сделал. Вот как это происходило, я не знаю. Нет, ну я к тому, что тогда это уравнение уже было известно как типовое, и знали, что его решение это полином или жандра. Вот когда в смысле планки танник развелся? Да. Сейчас я зря на самом деле это уравнение стел. Ладно, оно вроде здесь еще проступает. И я предлагаю записать решение вот этого уравнения. Я сейчас и минус 2, и наш квадрат перенесу вот сюда. Так, оператор ЛАПЛАССа. Кладно. Наш квадрат. Ой, щас. 12. Это все собственные. И их удобная математическая форма. Забыл. Где L изменяется от я до... Нет. Нет? Нет? Тогда продолжаем. Функции теперь. Это функции... А, минус 2, минус 6, минус 12 и так далее. У меня здесь 2i прошло. Это я тогда... Вот это сотру. Пользовать 2i лямбда разделить на h квадрат. Я знаю, что это такое-то целое число, которое определяется следующим соотношением. И я предлагаю убившиеся собственные числа L. И тогда мы ей присвоим некоторый физический смысл. Ага. Вот, Микриво. Чур, а что мы хотим сделать? Мы хотим... Я... Вот сейчас. У меня происходит некоторая процентура квантования. Да? В этом уравнении, которое я получил, у меня фигурирует функция от двух углов. Верно? Да. Вот эта функция должна удовлетворять каким-то... Вот как и сням с кем. Для меня это удовлетворяет вам сказать, что я знаю. И теперь мы это сделаем для сням. И же были все в одни. И я... Да? Я называю. Пси, да? Что такое пси? А, то есть из-за нормировки пси вот? Нормировки, потому что при нас стремится к бесконечности. Да? Вот. И эти условия накладываются на R, благодаря чему я могу только что перечисленные нами. Вот. И я теперь вот эту лямбда, которая у меня получилась, вот сюда, образовать вот эту... И посмотреть... Стираю вот это. А вот это надо восстановить. На. Ну, сейчас вам подлетать. Да? Можно бы, конечно. А сейчас ведь я ее запью. Для чего сюда я в чем подставляю? И сюда. Так, значит, сэрфи... А, сэрфи... Константы... Всей константы подставлять вот это целое число. Ох. Слушайте, сейчас... Мне нравится, если честно. Сейчас. Что не так? Сейчас. Не так то, что у меня... Муз... Причем я это ощущаю. Действительно, мозг стал медленнее. Это... Чего лыбаетесь? Это правда. Я не лыбаю. Не дам. Лыбачим. Ладно. Вот. А сам признаюсь. Честно. Ну да. Но я к тому, что... Я не знаю. С ковидом не связано. Может быть, это после 30-ти... Да нет. 30-ти... С ковидом не связано. Как... С ковидом не связано. С ковидом не связано. Ладно. Вот именно. Так. Подставляем, да? Сменить артефакты этого снижать. Музыка на 2M делить на H2 для того, чтобы вот это заменять... А, хотя... Нет, слушайте. Я сейчас вот вместо лямбды подставлю H2 на 2M умножить на вот эти L. Во! Выкрутился. Значит, здесь у меня тогда получается... E на R квадрат. R от R. Так. Затем вот это запишу. Минус R квадрат на Q от R на R от R. Вот это перенесу сюда. У меня получается минус лямбда, да? А я знаю, что у меня минус лямбда. А сейчас минус лямбда. Ну, еще... Так, вот это принимает отрицательное значение. У меня тут минус, да? Ладно, как выискиваем, буду делать, но я могу, к сожалению, нашим вывезти. Так, я здесь запишу минус лямбда. Минус лямбда, да? Да, так все. И минус лямбда. Здесь умножить на R. И вместо лямбда я должен подставить что? Я знаю, что минус 2м лямбда разделить на h квадрат равно минус л на L плюс единица. Верно? Да? Так, хорошо. Здесь плюс единица разделить на 2м. Так, все. Вроде бы вот так. И умножить на R от R. И вот это слагаемое, да? Давайте опишем плюс h квадрат на 2м. Так, R квадрат на R от R. Закрываем. Все это равно нулю. Так, как красота. Все это ставили сюда. И мне... ...физический смысл. Вот про математику немножко забудем. Мы обсуждаем физический смысл. Я полагаю, что это поинтереснее на самом деле. Так, здесь тогда я записываю е на R равно... А все остальное... Еще не забывайте, что я разделил на R. И минус h квадрат на 2м. Так, на R квадрат. Красота. Да не комплексуйте по этому поводу. Ну, медленный, медленный. Нет, ничего. Ой, без первых шагов, неправильно. Да, действительно. Ну, медленный. Ну, хорошо. Ну, и как бы, да. Да, ну... А, да-да-да-да, здесь весь диактор. Так, сделаем небольшую паузу. Посмотрите, осознайте... На этом этапе... Пользую. Прогрузился. У меня просто пентиум. Пентиум, мрад. Ну, и было... Какой? Ну, не было. Вот, знаете, у меня был... Я, кстати, про эволюцию компьютеров. Немножко... Тяжело, но... Слегка, одну минутку. Ах, нет, вот, я... Первый компьютер, который у меня устал с спектром... Которая антенной черной подключалась в черно-белом телевизоре. Это было... Это фантастика. Я вам уже однажды это упоминал. И там стоял вот эта вот просто клавиатура, которая подключается к телевизоре. Это было, по-моему, оперативное. Память была 128 килобайт. По-моему, 128 килобайт. Можно было оперативную память загрузить. Это была такая радость, на самом деле. Я к нему... Помню, я к нему такой магнитофон, аудиомагнитофон, в котором продавались кассеты с лентами. И он считывал магнитную ленту программы, переносил вон тут вот, в эту как раз, в оперативной памяти можно было там, например, и играть в игры, какие-нибудь программки подключать. Но мне это было... Ну, мне это мало там заявить в МОСе. Поэтому меня, конечно, программы не интересовали. Вот я помню игру Элит 1984 года. Играть, знаете, у вас космические корабли, потрясающая была игра, и летай, делай, чем хочешь, торгуй между планетами. Это 1984 года игра. Я помню, вставляешь кассету, закрываешь, нажимаешь кнопку и трясясь, смотришь, загрузит, не загрузит. Плюс магнитные ленты, компьютер Celeron 800. Это Intel Celeron 800 Мегагерц с оперативной памяти. Представляете, какое-то было событие, что я запомнил. Это оперативная память. Он стоил, он стоил 22... И мер там, 2001-го. Это были очень неплохие деньги. Особенно для мобильного инфициального города. А ты, мама продала... Ну, по сравнению с Петровским, может быть... Вот, и как раз тогда я помню, мама продала выставку в Горшафике, она профессиональный художник. Это я вот, физик. Вот, и, значит, мэрия для оформления какой-то там студии, я уже хлопопом не купила целую выставку, и вот хватило с запасом большинства. Да, я до сих пор этот компьютер, я помню. И причем это был на тот, там, с плоским экраном, был такой огромный монитор с кинескопом. И это название минута 4 ГГц. Ну, да. А тогда... Значит, а... Продолжаем, да. Значит, вот мы получили вот это красивое уравнение. Давайте обсудим физический смысл, которые мы здесь и наблюдаем. Вот S. Теперь посмотрим, что здесь. Это такое. или припребрежная энергия, то есть центрабежная прибрежная и сливой, вот так файдмент импульса, инерции системы, даже из классической и механики. Прошу прощения, не 2р квадрата, а мр в квадрате, вот так, мр квадрат это мэгмент инерции. На первом курсе вычисляли моменты инерции для разных тел. Да, 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 здесь просто точечный объект, поэтому для него объект инерции мр квадрат. И тогда кинетическая энергия вращательного движения это квадрат момента разделить на удвоенный момент инерции. Квадрат момента делить на удвоенный момент инерции. В связи с чем? Вот эта величина, это проквантовывавшийся квадрат момента, где L, L это целое число, которое называется орбитальным квантовым числом. Оно определяет полный момент вращения. Вот это H квадрат на L, H квадрат L на L плюс единица, это квадрат момента вращения, квадрат момента вращения, а L это орбитальное число. Вот этот результат как раз хотелось получить в начале. А теперь чуть-чуть поговорим про M и нужно вообще сказать, каким образом этот квадрат вращения влияет на стационарные уровни. Давайте пообсуждаем. Так, все, это я стираю, вроде нам больше не пригодится. А L это орбитальное число? Да, L это орбитальное число. Мы на жаргоне, на, 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 на... Так... Минут разуме... Да, и чем быстрее... Хорошо, в связи с чем? Я предлагаю для L... Под уровней крепить, правильно? Работы, это мы сейчас... Стационарное состояние. Именно это мы сейчас с вами и делаем. Здесь один... Это меня... Это... Представляете? Даже сквозь... Очень... Очень... Но он не... Надо что-то... Немножко запрещено... Я продолжу. При разных E... Вот здесь могу сделать следующее. Возьму вот слагаемое, да? Вот. Я положительную добавку к вот этому. В связи с чем у меня E-то поправка, так или иначе. Положительную... Вот это E-1, но E... Вот я это здесь предлагаю. На этом слагаемом заново приходится решать это уравнение. Да? Так, при E-1, при моменте... Да. Ну, то есть... Я же говорю... Дополнительная добавочка у нас идет энергетическая. Да. И оно очень близко к вот этому слагаемому. И сюда вместо R подставить среднее расстояние... Вот это легко. Далее рассмотрим группу... С вами занимаемся физически с... Атом... С... Атомной спектроскопией. Далее у меня нашли уровни... E-3. Этических уровней запросто может возникнуть... Вы про это слыхали? Что-то странно. У нас есть еще уровень. Да, 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 да. И поэтому существует группа T. Это группа энергетических уровней. D и так далее. А у нас вот... Расстояние с увеличением... ...последночки связано... Вот помолина... Есть. Там нужно еще поговорить о... Выраженном... ...число, про которое... ...в виде беседы... Ну да... А... Боже, пожалуйста... Я забыл... Спасибо большое. Вновитесь, да? В моей группе от Слипера и Укария ловитесь... Станчик. Вárias. Трак Ощицаанцыииииииииииииии.. Продолжение следует...